Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал! Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто следит за моими видео. Число подписчиков на моем канале уже больше 300. Спасибо за все комментарии и отзывы, мне очень приятно. Пару дней назад я вернулась из Берлина, где я была в языковой школе. Я учила там немецкий две недели. До этого на Lingoda я закончила курс уровня C2. О своем пути, как я выучила немецкий язык, я расскажу в отдельном видео. Сегодня я хотела бы рассказать о том, как лучше изучать иностранный язык с носителем языка либо с русскоязычным преподавателем. У меня есть опыт работы как с русскоязычными преподавателями. Я выучила английский язык полностью с русскоязычным преподавателем и немецкий язык по большей части я выучила с носителями языка. И поэтому я могу рассказать про некоторые особенности, преимущества и недостатки обоих вариантов. Вообще, заберяя вперед, хочу сказать, что нет такого понятия как лучше. Нельзя определенно сказать, что лучше учить иностранный язык только с носителем языка, либо только с русскоязычным преподавателем, потому что в обоих случаях есть свои нюансы, которые нужно учитывать. В первую очередь давайте разберемся с вами, кто вообще такой носитель языка. Носитель языка это человек, который родился и вырос в стране, где говорят на этом языке. Например, мы с вами являемся носителями русского языка. Однако необходимо учитывать то, что для обучающих целей вам подойдет не любой носитель языка. Потому что если мы возьмем просто носителя языка, то есть человек, который говорит на этом языке, то у него может быть разный уровень грамотности. Например, если мы возьмем немецкий язык, в английском языке грамматические правила более-менее соблюдаются носителями, то если взять немецкий язык, то очень многие носители языка говорят неграмотно сами и сами это признают. И поэтому с таким носителем языка вы не сможете, например, подготовиться к экзамену и вообще говорить грамотно. Во-вторых, даже если человек отлично знает свой родной язык, он очень грамотен, но у него нет педагогического образования, он не сможет передать эти знания вам. Он не сможет вам объяснить, почему они говорят таким образом. Я сама сталкивалась с таким лично, когда меня попросили преподавать русский язык иностранцу. Мне сказали, ну ты же хорошо преподаешь английский, и русский сможешь преподавать хорошо. И это был для меня такой очень большой челлендж, во-первых, и во-вторых, действительно возникало очень много вопросов, о которых я раньше не задумывалась, которые меня просто ввергали в ступор, когда у меня, например, спрашивали, а в чем разница между идти и ходить. И я просто сидела, думала, и я не могла это объяснить иностранцу. То же самое было со мной, когда я занималась на лингоде иногда, либо в языковой школе, и спрашивала некоторые моменты у преподавателей, хотя они были преподавателями, большинство из них профессиональными, но все равно бывали такие ситуации, когда они не могли объяснить разницу между чем-то. В то время как любой русскоязычный преподаватель, и даже не обязательно преподаватель, но любой человек, который знает язык на уровне intermediate, upper intermediate и выше, сможет вам объяснить, например, разницу между present perfect и past simple, так как он сам через это проходил. Давайте рассмотрим теперь плюсы занятий с носителями. Первый и самый важный плюс – это то, что такие занятия 100% помогут вам преодолеть языковой барьер. Языковой барьер – это комплекс лингвистических и психологических факторов, которые не позволяют нам свободно изъясняться на иностранном языке. Но когда вы говорите с иностранцем, с иностранным преподавателем, с носителем языка, у вас просто нет другого выхода. Этот человек не знает вашего родного языка, и хочешь-не хочешь, вам придется изъясняться с ним на иностранном языке. Возможно, первое время это будет для вас сильный стресс, но со временем вы к этому привыкнете, и вы научитесь подбирать синонимы, если вы не знаете какого-то слова, либо переформулировать, перефразировать, использовать мимику, жесты и так далее. Потому что я заметила, что на занятиях с русскоязычными преподавателями студенты иногда ленятся. Они знают, что, особенно дети, что преподаватель и так, и так их поймет, и если они не знают какого-то слова, они просто переходят сразу на русский язык. А с носителем языка так просто у вас не выйдет. Также, когда вы уже научитесь комфортно изъясняться на иностранном языке, вы почувствуете, что иностранцы вас понимают, и это придаст вам уверенности, когда вы в будущем будете общаться с иностранцами. Когда вы занимаетесь с носителем языка, это поможет вам улучшить ваше произношение. Это очень актуально для тех, кто, например, хочет именно какой-то определенный акцент выучить. Либо это американский английский, либо британский английский, либо если немецкий, это может быть австрийский немецкий, швейцарский немецкий и так далее. И если вы будете заниматься именно с человеком из этого региона, когда вы приедете в эту страну, вам будет намного легче понимать людей там. Потому что если, например, взять немецкий язык, если вы там учили немецкий язык с русскоязычным преподавателем или даже с носителем, но который живет в одной части Германии, приезжаете потом куда-нибудь в Баварию, то вы просто ничего не поймете. Поэтому для таких целей лучше выбирать именно преподавателя из этого конкретного региона. И почему я говорю про улучшение произношения? Лично у меня это так работало, что когда я занималась с определенными преподавателями, я с очень многими носителями занималась. Если мне нравился чей-то акцент, чья-то манера говорить, то я как-то копировала их произношение, их интонацию. Однако русскоязычный преподаватель также способен вам отлично поставить акцент. Потому что он, например, знает, куда класть язык, когда вы что-то говорите, что делать с зубами и так далее. А носитель языка часто не задумывается об этом, опять же. Занятие с носителем языка — это своеобразная культурная среда. Человек, который является носителем языка, он не только носитель языка, но он и носитель культуры. Поэтому он, как никто другой, может рассказать об особенностях культуры, о каких-то традициях, о быте. И это делает занятия намного более интересными. Особенно это актуально, если, опять же, вы собираетесь переезжать в страну изучаемого языка, либо просто собираетесь туда поехать. Когда вы занимаетесь носителем, вы изучаете живой язык. Это было для меня огромным плюсом, потому что часто какие-то слова или выражения, которые я встречала в учебниках и потом пыталась применять в реальной речи, то часто с меня просто смеялись, потому что это уже давно никем не используется. А когда я занималась носителем, я очень часто просила рассказать мне про какие-то выражения, либо слова, которые вот сейчас именно используются. И это было очень полезным, чтобы и свои мысли выражать, и чтобы понимать людей там. Однако стоит учитывать один важный момент, что занятия с носителем языка подойдут далеко не всем. Если вы начинающий, занимаетесь совсем с нуля, если у вас уровень elementary, то лучше пока что вам выбрать занятия с русскоязычным преподавателем. Потому что на занятиях с носителем языка вы будете чувствовать себя некомфортно. Первое время вы не будете понимать вообще ничего, не сможете ничего сказать. Конечно, со временем вы начнёте понимать лучше, но это займёт у вас намного больше времени и денег, чтобы преодолеть вот этот начальный уровень elementary, beginner, чем если бы вы занимались с русскоязычным преподавателем. И когда вы занимаетесь на таком начальном уровне, русскоязычный преподаватель может привести вам примеры и соотношение каких-то грамматических конструкций с примерами из вашего родного языка, чего носитель языка не сможет просто сделать. Поэтому у вас могут возникнуть какие-то недоразумения или непонимания. Очень важно, чтобы вот на этом начальном этапе у вас не было непониманий и вы хорошо адаптировались именно в структуре, в базовой структуре языка. Поэтому я всегда рекомендую начинать занятия с носителем, когда у вас уровень уже хотя бы intermediate. И на таком уровне вы уже знаете базовую грамматику хорошо, у вас есть хороший словарный запас, и вы можете уже выражать свои мысли на иностранном языке. По поводу того, какого выбирать преподавателя, если это носитель языка, профессионального преподавателя, либо просто носителя. Опять же, если у вас уровень intermediate, upper intermediate, то лучше выбрать профессионального преподавателя, так как здесь всё-таки ещё важны некоторые аспекты грамматики, которые только профессиональный преподаватель сможет вам объяснить. Если у вас уровень advanced, то здесь, мне кажется, вам нет разницы. Вы можете выбрать просто носителя языка, просто чтобы тренировать свою разговорную речь. Также существует миф, мне кажется, то, что занятия с носителями языка стоят дороже, чем занятия с русскоязычным преподавателем. Это неправда. Есть сейчас очень много сервисов, где вы можете найти занятия с носителями языка по эквивалентной цене, иногда даже ниже, чем занятия с русскоязычным преподавателем. Почему так? Потому что часто носители языка, выходцы из Америки, Англии, Германии и так далее, живут где-нибудь в Индии, Китае, Мексике, то есть в странах, где уровень жизни ниже и дешевле, и поэтому они берут такую небольшую плату. Со следующей недели я начинаю занятия на italki. Я решила брать по одному разговорному уроку в неделю, просто для поддержания своей речи. Если вы хотите присоединиться ко мне, внизу в описании я оставлю ссылку на платформу, и там будет также код подарок, бонусное занятие. Именно на этом сервисе вы можете найти занятия с носителем языка от 4 долларов. Если говорить про занятия с русскоязычным преподавателем, то плюс его состоит в том, что этот человек сам прошел ваш путь, он тоже когда-то был студентом, и он знает про все трудности, с которыми могут столкнуться изучающие данный язык. Он может привести примеры в русском языке, что также иногда важно на начальных уровнях. Не важно, с кем вы будете заниматься, учитывайте не только профессиональные качества этого человека, но и личностные, потому что очень важно, чтобы вам было комфортно заниматься с этим человеком. В целом идеальный вариант, который я рекомендую, это когда вы комбинируете занятия с русскоязычным преподавателем и с носителем языка. Скажем, два раза в неделю вы занимаетесь с русскоязычным преподавателем, один раз в неделю с носителем, или один раз в неделю с русскоязычным, один раз с носителем. Таким образом, на занятиях с русскоязычным преподавателем вы будете, так сказать, изучать материал, учить новые слова, грамматику и так далее. А на занятиях с носителями вы уже будете практиковать, применять свои знания на практике. Конечно, сколько людей, столько мнений, но в любом случае, чтобы понять, стоит попробовать, подходит это для вас или нет. Только так вы сможете лично оценить, насколько подходит и насколько эффективны для вас занятия с native speaker. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!